Привет. Вот такой вот подсидельничек Лапьер. Он даже еще и грязень не успел нахвататься, то есть под пыльником смазка практически чистая. Собственно говоря, фактически новый подсидельник и у владельца уже возникли с ним сложности следующего рода. Когда он находится в выдвинутом состоянии, он начал работать как амортизирующий подсидельник, то есть болтаться вверх-вниз. Связано это с тем, что в масло попал воздух. То есть где-то между этими деталями образовалась небольшая воздушная пробочка. Там, где должно быть исключительно масло, оказался воздух. Из-за этого, в общем-то, пружинищие свойства и появились. Клапан здесь работает, в принципе, адекватно. Находится вот в этой части. Перекрывается все четенько. Воздушная масса, оказавшаяся в масле и превратившая его в пену, это уже не очень хорошо. Проблемой ковырялся, посмотрел, перебрал детальки. Единственный вариант, как воздух может попадать в масло, это работа вот этого поршня. Он призван отделять масляную часть, которая находится здесь, от воздушной, которая находится, соответственно, так вот сориентированно ниже. Через вот это отверстие подкачивается. Хотя клапан подкачки здесь, скажем так, нетрадиционный. Ребята, которые проектировали этот подсидельничек, старались явно, потому что все сделано из хороших материалов, но вот с этим поршеньком они немножечко перемудрили. Здесь тефлоновое колечко. Также снаружи идет еще два тефлоновых колечка. То есть вот эти вещи у нас обеспечивают беспрепятственное скольжение вот этому поршню. Внутри соответствующие ему детали. Чтобы в случае, когда поршень перекашивает, не алюминий, непосредственно по алюминию, елозу, а тефлон. Но здесь же есть и обратная сторона медали. Из-за того, что вот эти колечки посажены очень близко друг к другу, из-за того, что внутри инженеры смогли разместить лишь одно кольцо, ну просто технологически, значит, не соберешь. Получается у нас возможность, и кстати говорят, для того, чтобы запихнуть это кольцо один из диаметров, пришлось сделать больше, чем другой. И в итоге у нас получается такая картинка, что поршенек на вот этой лоське болтается. И когда он в работе, он в любом случае рано или поздно идет с перекосом. И когда возникают эти перекосы, несмотря на то, что используется даже вот такой вот квадринг икс-образной формы в сечении, получается, что воздух, я неправильно поставил поршенек, вот так ставил, воздух из вот этой части может потихонечку мигрировать туда, где масло, туда, где ему не место. Как лечить? Лечить, ну в общем-то, я считаю, что такое надо лечить по гарантии, менять подсидельник до тех пор, пока не надоест производителю присылать вам новые подсидельники. Но это не вариант, потому что пока у тебя что-то на гарантии находится, ты не катаешься. Вот, как мне кажется, что в данной ситуации просто из-за конструктива делать это придется довольно часто. Ну, соответственно, я решил сделать поршенек из пластика. И выглядит он, в общем-то, точно так же, как и алюминиевый, точь-в-точь. Но вот эти диаметры сделаны прямо вот, всего лишь сотка зазора по отношению к тому посадочному, где они должны будут работать. И достаточно плотно оно одевается вот сюда, то есть никаких люфтов уже нет. Поршень не будет люфтить, но надо будет еще поставить внутрь резиночку, которую я показывал, квадринг. Тоже отдельный, отдельное приключение, установить ее туда. Вот. И после этого, я надеюсь, все будет работать. Но это не главное. То есть поршенек, это все хорошо. Но вот количество съемников, которое потребовалось сделать для того, чтобы разобрать этот подсидельник, это ай-яй-яй. Потому что все детали здесь вот на таких вот ключах идут. Вот ключ на три. Таких вот, скажем, полусферы. Не полусфера, а треть цилиндра. То есть, зачем? Зачем так? Под обычный ключ здесь всего, по-моему, всего два изделия. Это вот ключ на 16. Понимаешь? На 16. И вот еще ключ, не знаю на сколько, откручивал вихой его. Ну, как бы неважно. Сюда вихой было не подлезть. Лыски коротковаты. Ну, вот как-то так. Сделано максимум для того, чтобы его нельзя было этот подсидельник разобрать. Ну, зато поэкспериментировал. Сделал вот таким вот образом съемник. Это на токарничке с нержавеющими штифтами. Это на 3D-принтере уже вторая попытка. Это первая попытка. Штифты здесь сделаны алюминиевые. Вот. В принципе, ну, чтобы в алюминии работать, чтобы ничего не царапалось точно. А это уже вторая попытка на 3D-принтере сделать съемник. И он сработал. Вот. Так что, в общем-то, видео я решил поделиться, наверное, больше от того, что есть вариант делать такие съемники из пластика. Ну, естественно, штифты должны быть с алюминия. Как минимум. Можно из стали. Но, в принципе, алюминия должно хватать для работы по, в общем-то, алюминиевым деталям. Ну, и для того, чтобы сделать вот ту самую канавку под колечко внутреннее, тут диаметр всего 6,99, пришлось запилить еще и резец. Вот такой. То есть, ну, вроде бы не такая простая задача. Почините подсидельник. Превратилось в трехдневное практически. Ну, не от заката до рассвета, не от рассвета до заката, да, но трехдневное приключение. И то оно еще не завершено. Ладненько. Побольше вам приключений, которые приносят удовольствие. А, да, еще, еще, да. У них сделаны эти штанги, да, там, ну, 6,98, практически 7 миллиметров. И, к сожалению, вот от Славы я покупал обшимку 7 миллиметрового отверстия там не было. Пришлось отдельно делать оправку на 7 миллиметров именно вот под эти вот, вот именно вот под вот эту штангу. Короче, ну, инструменты, оснастки здесь сделаны прям, ну, больше, чем, собственно говоря, непосредственно работы. Вот, в общем, побольше вам удачных решений и поменьше всяких хлопот. И пусть если хлопот есть, то они приносят пользу, как минимум, какой-то положительный опыт, который вы сможете использовать в будущем. Всем пока. Еще одно изделие пришлось запилить, потому что у Лапьера свой взгляд на глубину, на которой должен нажиматься пиптель, для того, чтобы накачать это поделие. Несмотря на огромную коллекцию, еще один, а грязь все-таки присутствовала, то есть он все-таки немножко поездил. Вот, но прокачивать этот подсидельник было то еще приключение.